Джон, Пол, Джордж, Ринга Джон, Джордж, Пол, Ринга Джон, Джордж, Пол, Ринга Форево! Ну что, господа? Мы снова встретились под сенью нашей любимой музыки Битлз по-прежнему с нами, охраняют нас, помогают нам и дают божественный кайф И вот сегодня, 8 марта, по храмову календарю, очень симпатичный, очень необычный, очень хороший праздник Праздник, который называется Backbeat Celebration Сегодня вышел фильм о Битлз Хороший фильм о молодых битлах, который сделали врубающиеся люди Сделали с людьми, которые были в Гамбурге с битлами Возили их туда, проводили с ними время 8 марта в Лондоне В кинотеатрах Лондона, точнее На экранах появился фильм Новый фильм о Битлз Backbeat То есть, как бы Ушедший ритм Старый ритм Ритм, который Делали битлы в Гамбурге В 60-м году они поехали туда в первый раз И началась Началась история мира Новая история нового мира Вот что это за фильм То есть, это фильм не простой А в некотором, в некотором вроде золотой Потом этот фильм переехал в Ливерпуль Мне удалось поприсутствовать Да Я как бы свидетель Этого Ивента Этого великого события В Роке И В Битлз-сторе Этот фильм внес свой вклад И мы, фаны Битлз Умудрились посмотреть Этот фильм в день выхода в Ливерпуре Представляете Это было уже 9 марта Это хороший фильм Потому что он воскрешает историю Нашего времени Лучшей музыки Которую только мы Могли, умудрились у нас здесь В Питере Послушать Мы выросли на черном рынке Питера И Битлз начинали так же Они начинали на черном рынке Ливерпуля Потом переехали в Гамбург Потом снова вернулись в Ливерпуль И В 63-м году они переехали в Лондон И началось великое столпотворение Народов Времен И кайфов И вот этот фильм Как бы стал предтечей всего этому Что же произошло? Почему Битлз смогли Перевернуть все С головой на ноги? Как это им удалось? Этот фильм рассказывает нам об этом И главный герой этого фильма Если вы знаете Я знаю Стюарт Сатклиф Отличный ливерпульский художник Который учился вместе с Джоном В арт колледже Который был другом Джона И которого Джон ввел Пригласил в свою группу Кворимен Кворимен превратились потом Уже при Стюарте В Мундокс И потом в Силва Битлз С двумя буквами И И вдруг Искомый Истинный Стюарт Который Как уже сообщено Вам, братцы Отличный Ливерпульский Арт-деятель И художник У него были Сольные выставки Даже Гитару На которой он начал играть Бас Хофтер Бас Он купил На заработанные деньги Он продал картину И Джон Леннон Тут же ухватил идею За хвост И посоветовал Стюарту Купить гитару На проданные деньги За картину И войти в его группу Так дальше больше Мало того, что Стюарт развлекал всех Своими картинками И своим просто присутствием Это кайфовый человек Стюарт, сами понимаете Это милейшая личность Это приятный Интеллигентный парень Который во все Врубается И в музыку И в живопись И вдруг В 60-м году Когда Битла Уже собрались Ехать в Гамбург О котором будет снят Потом Неплохой фильм Скажем так Но Речь идет о том Что Стюарт Сделал свой уникальный Вклад в Битлз Тем, что Придумал название Группе Как-то он говорит Джону Джону А вот Как бы нам Делать для Битлз Новое название Все-таки Мундокс Или там Кворимен Или Битц Они назывались Еще Немножко не то А что если нам Назвать группу Битлз Джону понравилось Джон говорит Отлично А на другой день Джон пришел Уже к Сеату К Стюарту сам И говорит Давай сделаем Битлз Но с буквой А Вместо одного Е И они стали Беатлис Это было Летом 60-го года И вот Был В августе Отличный Отличный момент Когда Они Прибыли В Гамбург В этот Стольный Шоу Андеграундовый Город Германии Вообще Европы Этот город Неожиданно Стал Музыкальным Рок-н-рольным Центром Европы И кто-то Посоветовал Битлам Туда съездить Поработать Отработать Свой стиль Денежек Наскрести И они Двинулись Туда Туда Уже Как Битлы И в этом Заслуг Стиварта Симпатичного Парня Который Поехал Вместе С битлами Туда Более того Он там поступил В местное Художественное Училище Развивал Развивал Свои Способности И Так далее И так далее И так далее Привлекал Одним словом К себе К себе Внимание И он Сделал Свой Пассивный Вклад Сейчас О нем Столько Книг Вышло Поэтому Этот Фильм Мы Рекомендуем Вам Ребята Все Кто Слышит Сейчас Эти Слова Васи Колина Истого Фана Битлз 64 Года И Мы Рекомендуем Вам Залезть В интернет И посмотреть Этот фильм Который Называется Бэкбит По русски Он звучит Как пятый Битл Ну вот Так что История Продолжается Welcome Remember All you need is love Because Битлз is love Пока Ребята